Добрый вечер. В эфире программа «Главные итоги». В студии я, Нарен АЭП. На уходящей неделе Совет Безопасности признал недостаточные работы Минздрава и других госорганов по предотвращению распространения коронавируса. И премьеру рекомендовано до 22 июня рассмотреть дисциплинарную ответственность полпредов в областях, а правительству до 1 июля исполнить решение Совбеза по предотвращению распространения COVID-19. Число зараженных в Кыргызстане достигло уже 3000, из них более 560 медики. Умерло 35 человек. Азиатский банк развития предоставил Кыргызстану для укрепления сектора здравоохранения в борьбе против ковида 20 миллионов долларов, половина из которых – грант. Зампредфонда обязательного медицинского страхования Эскамбаева сообщила, что более 13 тысяч медиков, работавших в очагах инфекции, получили за апрель и май 260 миллионов сомов компенсации. Из-за коронавируса закрыли управление Финпола по городу Ож. Президент потребовал оштрафовать всех членов правительства и сотрудников, которые во время проводов прежнего премьера Абулгазиева массово фотографировались без санитарных масок и без соблюдения дистанции. Республиканская инфекционная больница возобновила работу после закрытия на обсервацию 30 мая. Совет директоров Всемирного банка одобрил выделение дополнительного финансирования для проекта повышения устойчивости к рискам стихийных бедствий в Кыргызстане на 55 миллионов долларов, 27,5 миллионов из которых – грант. В судебном процессе по незаконному освобождению крима авторитета Батукаева в Первомайском райсуде Бишкека гособвинение потребовало для бывшего президента Атамбаева и экс-генпрокурора Джол Дубаевой по 15 лет лишения свободы. А для экс-советника председателя Ксина Качканалиева и академика Раим Джанова по 13 лет заключения. В рамках дела о продаже радиочастот военная прокуратура задержала учредителя компании Алла-ТВ Халдарова и заместителя председателя госком связи Дилышбаева. Ранее были задержаны экс-глава госагентства связи, два сотрудника ГКНБ, замдиректора Алла-ТВ и другие. ГКНБ задержал бывшего главу госпредприятия Кыргызсты Мирджолу Абдекеримова, которого обвиняют в создании устойчивой преступной группы по извлечению теневых доходов при организации госзакупок. Сумма ущерба составляет 22 миллиона сомов. Свердловский райсуд поместил под домашний арест заместителя председателя Федерации профсоюзов Ханатпека Осмонова. Международная конфедерация профсоюзов призвала президента Джейенбекова наивести порядок Федерации профсоюзов страны и прекратить гонения на профсоюзных активистов. Иссык-Кольский областной суд изменил меру пресечения правозащитнику Рузиеву, задержанному в Караколе 30 мая, с домашнего ареста на подписку о невыезде. Президент временно отстранил от должности судью Первомайского суда Бишкека Оразбакова в связи с тем, что 12 марта Финпол задержал ее с поличным при получении взятки. Начальник управления МВД Рахманов сообщил, что в стране за пять месяцев года зарегистрировано более 3700 заявлений о семейном насилии. Горсуд Бишкека утвердил решение Октябрьского райсуда, который обязал газету «Азия Ньюз» выплатить экс-вице-премьеру Розакову 50 тысяч сомов за публикацию, что он был когда-то завербован спецслужбами Таджикистана. Сайт «Экономист Кейджи» сообщил, что депутат Чиновай Турсунбеков на протяжении трех лет не указывал в налоговой отчетности бизнес своей супруги Тентемишевой. Гражданская активист Иркин Убышева подала в суд на депутата Строкову на 1 миллион суммов. Парламент принял в третьем чтении поправки «Выборное законодательство», согласно которым избирательный порог для партии будет 7%, а избирательный залог – 5 миллионов суммов. Глава Нацбанка Абдегулов предложил на заседание парламентского комитета отсрочить на 2-3 года процесс закрытия обменок. Задержали жителя Соколокского района, который прошлой осенью изнасиловал 14-летнюю девочку, а потом жил в том же селе, и многократные обращения в милицию не давали результата. Джамиля Усупова из Республиканского центра укрепления здоровья сообщила, что в 2019 году в стране было зарегистрировано 159 тысяч родов, из которых 480 случаев среди девочек-подростков. Стало известно, что Зеленый климатический фонд выделяет Кыргызстану 2 миллиона 600 тысяч долларов на разработку национального плана по адаптации к изменениям климата. Джорку Генеш утвердил судьями Верховного суда сразу четырех человек – Атаназарова, Джо Мартова, Елизиддинову и Эшалиева. Шихмамата возглавил предвыборный штаб партии «Бирбол» и вошел в ее список кандидатов. МВД предложил переименовать внутренние войска военной службы внутренней безопасности. Минфин сообщил, что с начала года фермеры получили 5,5 тысяч льготных кредитов на общую сумму 2 миллиарда 800 миллионов сомов. При Министерстве культуры создали Общественный координационный совет по развитию туризма. Начальником гора Анобишкека стала бывший депутат Джорку Генеша Эльмира Иманалиева. Вместо даулета Досалиева главой управления физкультуры и спорта Бишкека стал Нурлан Токуноев. Финпол задержал двух бывших и одного действующего работника управления капитального строительства Мэрии Бишкека, которые завышали цены на модернизацию лифтов. Бишкеке мужчина из ревности взял женщину в заложники и нанес ей ножевые ранения. Его задержали, но женщина через день скончалась в больнице, не приходя в сознание. Сегодня выпускники школ начали сдавать общее республиканское тестирование. Аттестаты особого образца Алтен-Тамга в этом году получили 234 человека против 182 в прошлом году. А для сегодняшней программы мы отобрали следующие события. Дискриминационный законопроект против неправительственных организаций прошел второе чтение. Закон о цензуре в интернете прошел первое чтение, и сразу были организованы общественные слушания. Премьер Абулгазиев подал в отставку, но проблемы в правительстве остались те же. Кыргызстан законодательно защищается от критики международных организаций. Дирекция автодороги Бишкек-Ош погрязла в коррупции, и никакая цифровизация не помогает. Энергосистему Кыргызстана надо возвращать в исходное положение. Интервью с Эрнестом Корыбековым. Семейное насилие в стране растет, а милиция ведет себя, как будто она, на стороне насильников. Бишкекский ипподром Акула может быть снесен, что появится на его месте. Парламентская комиссия по убийству Саймаити отчиталась в парламенте, но вопросы остались. Уходящая неделя ознаменовалась беспрецедентным давлением властей-предержащих и особенно правоохранительных органов на гражданское общество и вообще общество Кыргызстана и его население. Милиция просто начала ставить все государство перед фактом. Надо сделать то, надо сделать это, и все мы всему этому подчиняемся. На слабое сопротивление в парламенте силовые структуры просто не обращают внимания и делают свое дело. На таком фоне неудивительно, что поправки закон о некоммерческих организациях почти беспрепятственно прошли второе чтение, и теперь жизнь гражданских активистов значительно усложнится. Власти страны и особенно Джоор Когенеш даже бровью не повели на призыв постоянного представителя ООН в стране Азании Ажиэла. Я хотел бы подчеркнуть, что Кыргызская республика на протяжении многих лет гордится своим международным признанием демократии. ООН обеспокоена тем, что усилия по внесению этой проправки в законодательство подорвет эту репутацию и отвлекут от все объявляющих цели национального развития. В связи с этим я призываю вас пересмотреть данный законопроект. Продолжением такой политики игнорирования мнения международного сообщества, за счет которого страна во многом и живет, стало принятие другого закона, который вводит почти цензуру в интернете. Закон о так называемом манипулировании информации принят в первом чтении, и сразу же на другой день были проведены общественные слушания, на которых его авторы даже заявили, что законопроект подготовлен по модели антифейкового французского закона. Теперь, если проект пройдет все стадии, уполномоченный правительственный орган может просто удалять или блокировать любую непонравившуюся властям информацию в интернете, даже не дожидаясь судебного решения. Такие фейковые сообщения не только у нас, они являются большой проблемой и в Европе, и для США. А Франция и Германия даже приняли специальные законы, и мы взяли как модель французский закон. А некоторые пишут, что мы скопировали российский закон. Я еще раз говорю факт-чеку, пишите и дальше, но я подам суд на вас однозначно. Ссылка на французский закон – это манипуляция авторов закона о манипуляции. Во Франции в ноябре 2018 года были приняты два антифейковых закона, которые направлены против заполонившей страну дезинформации извне. И действуют они только во время предвыборных кампаний. В том, что такие манипуляции происходят в Кыргызстане, виноваты кроме делор Когенеша и само правительство, которое ничему такому не противостояло, а проворачивало в это время свои частотные и другие дела. О смене правительства подробнее Андрей Токумбаев. Оставка главы правительства стала самым громким внутриполитическим событием не только уходящей недели. 30-й по счету премьер страны Мухаммед Калыя Благазиев известен в том числе и тем, что находился на этой должности почти рекордным для руководителей Кабмина срок. Более двух лет, с 20 апреля 2018 года. Поданное в понедельник заявление об отставке в тот же день подписал президент. Формальной причиной ухода Благазиева с должности стал разразившийся в конце мая коррупционный скандал с продажей крупной полосы радиочастот по заниженной цене в 700 сомов. По факту коррупции возбуждено уголовное дело. Перед своей отставкой премьер ушел в краткосрочный отпуск, заявив в парламенте, что делает это во избежание обвинений в оказании какого-либо давления на ход расследования и при этом добавил. В стенах Джорко Кенеши прозвучала критика в адрес правительства и премьер-министра в связи с уголовным делом, касающимся продления и переоформления радиочастотных ресурсов и призывы доказать свою невиновность. Хочу подчеркнуть, что я изначально выступал в защиту экономических интересов государства и за продажу частот только на открытых аукционах, на изъятие у обладателя лицензии, которая не соответствует требованиям законодательства. Но член Центра Зверкова считает, что звезда Абалгазиева вновь зажжется на политическом небосклоне весьма скоро, ближе к парламентским выборам. Я думаю, что он, скорее всего, появится на парламентских выборах. Потому что потенциал достаточно большой. Опыт, политический багаж плюс доверие первого лица государства, конечно, это все будет наверняка реализовано. А вот что сказала Абалгазиев, выступая во вторник перед членами правительства по случаю своей отставки. Для меня два года службы пролетели как полгода. И это несмотря на то, что в правительстве работать непросто. Желаю, чтобы новое правительство было еще эффективнее. Призываю вас продолжать работать на все 100%, гореть работой. Когда в стране непростое экономическое положение, это очень важно. Помните, от работы каждого из вас зависит благосостояние народа. Два года Абалгазиева стали временем реформ во многих сферах жизни страны. Экс-премьеру принадлежит и другой рекорд. По частоте ротации кадров Кабмина. За эти два с небольшим года почти полностью состав правительства сменился. То есть, можно заметить, что там остались всего три человека. И то те, которые, в принципе, относятся к креатуре президента. То есть, это министр внутренних дел, представитель госкомитета по делам обороны. И, собственно, нынешний премьер Код Пикбуронов. Такая ротация – следствие того, что правительство работало под огнем жесткой критики. На нее премьер реагировал адекватно, отмечает Осмон Алиев. За огнем критики как-то мы не заметили, что за 2019 год очень большие достижения в виде того, что у нас дефицит бюджета снизился с 20 миллиардов практически на 10 миллиардов. Это очень большое достижение, которое правительство почему-то не пиарило. Есть и противоположное мнение. Его придерживается специалист Академии ОБСЕ Эмиль Джураев. Он считает, что Абалгазееву принадлежит лишь единственный рекорд – длительность пребывания в кресле премьера. Он особо ничего запомнившегося, ничего дельного не сделал, ничего не добился вроде. Обычно думалось бы, долго должен работать тот премьер, который на самом деле показывает серьезные результаты, удовлетворяет потребности или запросы народа. Но в этом случае он был такой середнячок, который ничем сильно не отличился. Ничего особо значимого для страны этот политик не сделал. Таковым он и запомнился кыргызстанцам в качестве главы Кабмина, сказал собеседник Пятого. Мне кажется, он вообще запомнится в широком народе, как просто пример, который запомнился лишь тем, что очень долго сидел на этом кресле. И от него ожидалось, кто бы то ни было, в это время, в период его премьерства, с приходом нового президента после выборов, ожидалось очень многое. Ожидание-то как раз Абалгазиев оправдал, уверен политолог Марс Сареев. Во-первых, как пример управленец. Вы знаете, он как управленец очень сильный, сильный арговик. И, в принципе, он за это время, несмотря на все форс-мажорные обстоятельства, ровно, очень нормально кабинет вел. Просто у нас так сложилось исторически, с сахаевских времен, что премьер-министр, вы знаете, своего рода громадвод. А запомнился Абалгазиев на посту премьера, прежде всего, с запуском безопасного города. Сколько бы ни было наиканий в адрес этого проекта, факт налицо. Камеры слежения работают с 12 февраля 2019 года. Число правонарушений на улицах резко снизилось. Нельзя не заметить и другое. Подписано соглашение с Кумтором, которое значительно улучшило позиции Кыргызстана, дополняет Кайрат Асмоналиев. Кумтор теперь не имеет вообще никаких претензий, юридических претензий к Кыргызской стороне. И увеличена сумма, которая будет выплачена Кумтором, порядка на 63 миллиона долларов. А еще Абалгазиев сделал то, чего много лет бизнесмены пытались добиться от государства. Подписал постановление о запрете на проверки предпринимателей. Из-за потерь бизнеса во время борьбы со вспышкой коронавируса мораторий на проверки предпринимательства продлили до конца 2021 года. Причем это вовсе не означает, что у бизнесменов совсем уж развязаны руки. Тем же постановлением определены случаи, когда проверок не избежать. Кроме того, правительству предстоит еще разработать новый порядок проверок, исключающий коррупцию. Заслугой экс-премьера можно считать и решение финансировать услуги из госбюджета гемодиализа. Теперь 174 пациента с хронической почечной недостаточностью пятой стадии, которые получали диализ за свой счет, перевели на бюджетное финансирование. Для этого правительство выделило 75 миллионов сомов. Всего в стране получает гемодиализные процедуры 1691 человек. Из них 1408 финансирует Фонд обязательного медицинского страхования. А 283 человека обслуживаются в гемодиализных центрах по линии государственно-частного партнерства. Вместо Абулгазиева премьером назначен его бывший первый замку в отбек Баронов, в свое время возглавлявший МЧС. Выступая в четверг в парламенте по случаю вступления в должность, новый премьер изложил депутатам намеченную им программу первоочередных мер. Будет проведена физкализация всех процедур по выплате налогов. Это электронный счет фактуры, электронные кассовые машины, которые будут контролироваться удаленно, а также все автоматы топливозаправочных станций будут цифровизированы. Кроме этого, табачная и алкогольная продукция будут промаркированы. Баронов также отметил, что вся работа таможни перейдет на электронную систему учета. Системы видеонаблюдения и автоматы слежения будут установлены на всех КПП для четкой фиксации ввоза товаров, что поможет бороться с контрабандой. В то же сложное время назначение примером вице-премьера и того человека, который 7 лет проработал министром чрезвычайных ситуаций, по-моему, это логически, это правильное решение. Несмотря на то, что ЧАЭС отменили, ситуация в стране остается чрезвычайной во многих сферах, прежде всего в экономике, а значит, работы у нового, кризис-менеджера, непочатый край. Тем более, что парламентские выборы не за горами. И одна из задач премьера – к этому сроку максимально стабилизировать ситуацию в стране. Новому премьеру такая задача вполне по плечу, считает политолог. Я думаю, он вполне справится. И уже раздражитель в виде премьер-министра, экс-премьер-министра, уже не будет действовать. И до августа, ну, практически где-то около 4 месяцев, он выстроит ту систему, которая позволит более-менее нормально прийти к выборному процессу. Андрей Тагамбаев, Вячеслав Кравченко, 5 канал, главные итоги. Процессы в стране выстраиваются, как говорит Марс Сариев, именно с ориентиром на выборы. Но интересы общества при этом просто выбрасываются за борт. Например, правительство в лице своего Министерства внутренних дел провело через парламент поправки в уголовное законодательство, согласно которым, например, отменяется норма принятия во внимание мнения международных организаций по правам человека. Теперь, если суды в Кыргызстане кого-либо осуждают, то даже если международные организации, в том числе и Комитет ООН по правам человека, возразят заявив, что нарушены права человека, Кыргызстан может не обращать на это никакого внимания на законной основе. 5-6 человек, где урклы кенеши, возражали, но мнение большинства их всех перекрыло. Я по проблеме, поднятой Натальей Никитенко. Это не просто что-то. Это очень важный вопрос. Например, в 2005 году Феликс Кулов как раз по этой норме обратился в Верховный суд и получил оправдательный приговор. Если мы эту норму уберем, это будет совершенно неправильно. Кыргызстан не просто убирает какие-то нормы из законодательства. Он и существующие нормы элементарно игнорирует. И именно поэтому мы имеем то, что имеем. Мы говорим о цифровизации, а чиновники просто данные заполняемых документов тупо не вводят в электронную базу данных. Так что в компьютере записано одно, а на деле происходит совсем другое. О коррупции в дирекции дороги Бишкек-Ош в сюжете Андрея Токумбаева. 12 чиновников Министерства транспорта и дорог стали подозреваемыми в соучастии в крупной коррупционной схеме. На одном из участков автодороги Бишкек-Ош мошенники сумели перехитрить автоматизированную систему учета платежей за провоз грузов, присваивая себе дополнительную часть взимаемых с водителей средств. Мошенничество совершалось в пунктах весогабаритного контроля «Сосновка» и «Каракуль». В результате, по предварительным подсчетам, в период с 1 декабря 2018 года по 1 марта 2020 года в казну не поступило более 20 миллионов сомов. По подозрению в коррупции задержаны гендиректор государственной дирекции автодороги Тенебек Кадралиев и 11 его сотрудников. Вот что рассказали об этом корреспонденту Пятого в финансовой полиции, государственной службе по борьбе с экономической преступностью. По подозрению в коррупции задержаны 12 соответственных работников структурных подразделений Министерства транспорта и дорог Кыргызской республики. Предварительный ущерб составляет более 20 миллионов сомов. В настоящее время следствием в рамках расследуемого дела устанавливается причастность высших должностных лиц Министерства транспорта и дорог Кыргызской республики, а также должностных лиц органов местного самоуправления и других ведомств, причастных к указанной коррупционной схеме. Как поясняют в ведомстве, два года назад на обоих пропускных пунктах была установлена электронная аппаратура по взиманию оплаты с водителей грузовиков. Операторы, видимо, не без помощи своего начальства, умудрились перенастроить систему так, что оплата за проезд взималась согласно установленному тарифу, но в компьютер вносились заниженные данные. Например, с грузовиков с иностранными госномерами операторы взимали по 60 долларов, то есть около 4 тысяч сомов. В компьютер при этом вносились сведения, что оплачен паровоз на машине с отечественным госномером, а такой тариф составляет 275 сомов. Грузовые же автомашины с крыгызскими номерами проходили в системе как легковые в соответствии с меньшим тарифом в размере от 45 до 75 сомов. Подследственные их и адвокаты пока не комментируют эти данные, но на информацию Финпола отреагировали в парламенте. Этот вопрос рассмотрела 10 июня парламентская фракция «Томикен», рассказала ее лидер-корреспонденту Пятого. «Нами был поднят вопрос касательно коррупционной схемы, выявленной финансовой полицией, касательно госдирекции автодороги Бишкекош». Министра транспорта и дорог на заседании не было. Информацию депутатам предоставил замглавы ведомства Баклит Бердалиев. Гендиректор госдирекции трассы Бишкекош был задержан 10 июня, когда пошел на допрос. В этот же день был арестован начальник поста «Сосновка» Джанузаков, а 9 июня – руководитель поста «Каракуль» Хаблбеков. Помимо этого, среди задержанных есть операторы. По словам Мамашевой, немало вопросов вызвала аппаратура автоматического учета оплаты. Депутат уточняет, что покупка оборудования обошлась государству почти в 21 миллионов сомов. Но согласно заявлению Бакыта Бердалиева, качество купленного аппарата оказалось ниже всякой критики. По заявлению заместителя министра транспорта он не работал. Он часто ломался. И по этой причине на сегодняшний день Минтранс судится с этой компанией, которая установила это оборудование. Но сотрудники, так скажем, пользуясь этой ситуацией, начали заниматься личным обогащением. Сомнением в качестве закупленного оборудования поделился с корреспондентом Пятовой представитель парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству. Бывший министр транспорта и дорог Дямшит Халила в свое время провел тендер и закупил именно оборудование, чтобы электронный пропускной пункт там был. Но, к сожалению, этот электронный пост не работает. Сегодня там сидят, которые люди получают деньги. Было ли качественным закупленное оборудование или в процессе его закупки тоже замешана коррупционная схема, это еще предстоит выяснить следствию. Но предполагалось, что при взимании платежей будет исключен человеческий фактор. Вот размеры тарифов за провоз грузов по автодороге Бишкек-Ош. С легковых автомашин и микроавтобусов с отечественными госномерами на автодороге Бишкек-Ош взимается оплата от 45 до 125 сомов, с зарубежными госномерами от 5 до 20 долларов. С большегрузных автомашин с отечественными госномерами взимается оплата от 250 до 275 сомов, с зарубежными госномерами от 40 до 60 долларов. Как пояснили в Комитете по транспорту торгово-промышленной палаты, размеры тарифов не случайны, а складываются из затрат, которые впоследствии потребуются на восстановление дорожного полотна, когда оно придет в негодность. Легковые автомобили повреждают асфальт меньше, большегрузные автомашины больше. При оплате гражданам Кыргызстана делается скидка за счет водителей транспорта с зарубежными госномерами. Присваивая часть этих денег, коррупционеры вынуждают руководство страны множить внешние долги, изыскивая недостающие средства на ремонт автодорог, говорит глава комитета. У нас внешний долг сейчас считается как 4,5 миллиарда долларов. По-моему, счет, по-моему, где-то 50% этого кредита только на эти дороги мы потратили. Сейчас мы каждые 3-4 года строим на миллион долларов проекты. По словам председателя комитета, преждевременный износ автодорог усугубляется нарушением правил их эксплуатации. Согласно одному из них, максимальный вес большегрузной автомашины не должен превышать 40-45 тонн. При собственном весе грузовика до 15 тонн грузить на него разрешается не более 36 тонн товара. На самом деле, порой загружают кузова так, что общий вес транспортного средства возрастает многократно. Перегруз сотрудник контрольно-пропускного пункта не замечает, получив от водителя взятку в размере полутора тысяч сонов. Таким образом, они больше 50 тонн, больше 60 тонн некоторые возят. Вот когда сезон отопительный, когда сезон начинается, все наши вот эти самосвалы возят уголь с Каракича. Они тоже перегрузом едят. Хронически недостаточным поступлением сборов за провоз грузов на автодороге Бишкек-Ош давно интересуется парламентский комитет по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству. По его сведениям, например, в 2011 году с постов Сосновка и Каракуль в государственную казну поступило около 100 миллионов сомов. Несмотря на то, что за 9 лет число проезжающих там автомашин увеличилось вдвое, объем сборов остался прежним. Причем за установку в 2018 году автоматизированной системы учета государство потратило почти 21 миллион сомов, отметил на заседании комитета депутат Рыскальди Мамбеков. В этой госдирекции работает 90 человек. На их заработную плату уходит около 6 миллионов сомов в год. Еще 1 миллион 200 тысяч они отдают в соцфонд. Остальные деньги, которые они зарабатывают, должны были тратиться на ремонт тоннелей. Но они даже лампочку там не меняют. А коллега Мамбекова по комитету возмущен размером суммы денежных средств, похищенных коррупционерами. 20 миллионов, конечно, сегодня очень большая сумма. Именно в тот момент, когда кризис экономический и вот такие дела творятся, думаю, Минтранс, который министр, который сейчас работает, должен работать над деятельностью и в ближайшее время установить электронный контроль. Той же точки зрения придерживается председатель общественного наблюдательного совета при Министерстве транспорта и дорог. На деле же человеческий фактор там еще как присутствует. В ходе расследования по делу о коррупционном скандале на пунктах Каракуль и Сосновка следователи воспроизвели и засняли на камеру процесс взимания оплаты с водителей большегрузных автомашин. Происходит он следующим образом. Несмотря на наличие оборудования, которое обошлось государству почти 21 миллион сомов, водители, как и прежде, передают деньги оператору. Любому программисту не составит труда перенастроить компьютерную систему так, чтобы она выдавала заниженные данные об оплате. Полностью исключить коррупцию поможет лишь введение системы электронных платежей, когда оплата осуществляется не денежными купюрами, а путем считывания данных с пластиковой карты, считают в общественном наблюдательном совете. Не должен сам сидеть кассир, который деньги, например, собирает. А пикалка или даже кассир не мог, чтобы, так сказать, нажимать на кнопку открытия. Цифровизация избавит и от коррупции, и от пресловутого человеческого фактора, надеются в ведомстве. И при этом цифровизировали процесс весьма своеобразно. Немалые деньги потрачены на дорогостоящую аппаратуру, но денежные купюры по-прежнему проходят через руки персонала. Андрей Токомбаев, Вячеслав Кравченко, 5 канал, главные итоги. Не менее хуже обстоят дела и в энергетике, в которой коррупции не меньше, чем на дорогах. О путях реабилитации энергетики Андрей Токомбаев побеседовал с Эрнестом Харабековым, которого при Атамбаеве осудили на много лет якобы за измену родине, а на самом деле за критику Атамбаевской энергетической политики. Недавно Харабеков вышел на колонию поселения. Эрнест Назарбекович, еще до ситуации с коронавирусом, до карантина, вы дали пакет предложений председателю одной из политических партий, если я не ошибаюсь, НУР, о том, как реабилитировать нашу энергетику, вывести ее из кризиса. Поделитесь, пожалуйста, этими цепками. Было предложено два проекта. Первое — это наведение порядка в существующей энергосистеме. Энергосистема Кыргызстана представлена в основном электроэнергетикой. И второе — это уже проект новой генерирующей мощности. Первое предложение состоит из комплексной реформы существующей энергосистемы. Состоит из четырех частей. Первое — это возврат энергосистемы в исходное положение, то есть в Кыргызэнерго, в единую компанию. Вы знаете, что ее когда-то разделили на девять компаний по рекомендации международных финансовых институтов после развала промышленности нашей. Но, к сожалению, мы сегодня имеем то плачевное состояние этой отрасли. Поэтому необходимо объединить энергосистему в единое предприятие, избавиться от посредников. Обязательно это условие. И установить тариф. Установить тариф. Вы знаете, что сегодня тариф до 700 киловатт-час население страны оплачивает по 77 тын, а промышленные предприятия и государственные учреждения оплачивают по 2,50 тын. Вот для населения необходимо сделать единый тариф. Но, вот, смотрите, мы сделали исследование, и мы, вот, исследование показали, что население страны, они готовы платить один сом за один киловатт-час. Что горожане, что сельские жители, независимо от бюджетники, пенсионеры и так далее. Не будет протестов из-за повышения? Нет, это не повышение, это, наоборот, понижение. То есть, смотрите, 77 тын – это почти сом. А выше 700 киловатт-час платят 2 сома 16 тын. А то есть в итоге они будут платить меньше? То есть в итоге они будут меньше платить. Это, во-первых, сом, независимо от потребителя, это для всех одинаковый тариф будет в течение одного года. И зимой, и летом, да? Это считается понижением для населения. И вот представьте, что даже с понижением тарифа до одного сома, у электроэнергетической системы появляются доходы, увеличиваются доходы на 100 миллионов долларов. Где-то ориентировочно на 100 миллионов долларов. Это не повышение тарифа, а понижение тарифа для населения. Поскольку мы избавились от посредников, объединили одну систему. Это вот две части. Третья часть, я буду вкратце это все рассказывать, третья часть заключается в том, чтобы вот эта электроэнергетическая часть, вот мы же единая компания «Крызэнерго», «Крызэнерго», мы отделяем всю электроэнергетическую часть, всю оборудование, технику, да? Это линии электропередач тысячами километров, подстанции там сотнями тысячами, генераторы турбины, два ТЭЦа, отделяем от воды. То есть плотину с водохранилищем, с водой, мы отделяем от электроэнергетики. То есть электроэнергетикой будет заниматься одна организация, водная, водная часть другая. Там государство создает государственное предприятие «Вода». В это государственное предприятие «Вода» будет входить не только водохранилище, где вырабатывается электроэнергия, туда будут входить все водохранилища в Кыргызстане, в том числе и Уртутокойское, Кировское, Папанское и так далее. Устанавливается цена, государство устанавливает цену на один кубический метр воды. То есть у него будет возможность на законодательном исполнительном уровне установить тариф. Принципами и расчетов тарифов на воду этим занимается у нас очень долгое время уважаемый наш Аксакал, академик Маматканов, президент Института водных проблем и гидроэнергетики Академии Кыргызской Республики. Ну вот в части, скажем, гидроэнергетики, водохранилищ, где вырабатывается электроэнергия, там можно вот, ну на примере я сейчас просто покажу, какие доходы государство может дополнительно получать. На гидроэлектростанциях вырабатывается 90% всей электроэнергии. Для того, чтобы выработать один киловатт-час, тратится где-то 1,3 кубических метров воды. Значит, для того, чтобы выработать 14 миллиардов киловатт-час электроэнергии на ГЭСах, 90% всей электроэнергии, государство потратит, государственное предприятие вода потратит порядка 18 миллиардов кубических метров воды. Себестоимость официальной данной, себестоимость электроэнергии на ГЭСах 13,6 тына. То есть получается 2,5 миллиарда долларов, ой, 2,5 миллиарда сом, сом, извините, государственное предприятие вода ежегодно будет зарабатывать только на водохранилищах, где вырабатывается электроэнергия. Вот, пожалуйста. И плюс еще на других водохранилищах. Это обязательно нужно делать. То есть само время диктует. Мы в Центральной Азии, в регионе, мы потеряли, привели свою экосистему, такое плачевное состояние, Аральское море высохло. Я думаю, что соседние государства, они обязательно будут, примут это и тоже созрели для того, чтобы оценить этот природой данный, уникальный нам природой данный ресурс, как вода. Пока вода не будет иметь цену, все государства Центральной Азии, потребители, будут использовать ее нерационально, как сейчас происходит, неэффективно, скажем, безобразно. А Аральское море будет сохнуть. Наследие, видимо, советских времен, когда всего было вдоволь и не считали толком. Почему нужно оценивать водохранилища? Они в советское время были построены для того, чтобы зарегулировать сток воды на рынке Сардария. В данном случае Токтагольский каскад. Это в первую очередь, поскольку в маловодные периоды и в многоводные периоды, сток воды, он разный, в маловодные где-то в год 23 миллиарда кубических метров воды сток составляет на рынке Сардария, а в многоводные 51, представляете, больше, чем в два раза. И чтобы в маловодные периоды потребителям на ирригационные нужды хватало воды, а в многоводные, чтобы не подтопляло, как раз были созданы эти резервуары. А побочно, конечно, вырабатывалась электроэнергия. Поэтому каскад Токтагольских газ, эти водохранилища, они выполняют очень сложную, очень важную функцию. Не только для нас, для нашей экономики, но и для экономик наших соседних государств. Поэтому соседние государства, я думаю, не будут против ее оценить, один кубический метр воды на этой реке. Тогда можно будет рационально и эффективно его использовать, для того, чтобы и потребители получали воду для ирригационных нужд в вегетационный период, и основные потребители, Арайское море, тоже свой объем в необходимом количестве получали в чине воды. С вашей точки зрения, этому проекту возможно ли какое-то противодействие со стороны наших чиновников, госструктур? Да, я думаю, все созрели, все созрели, я думаю, наверное, не будет, поскольку это все цифрами и законодательными актами, это все можно исполнить. Это исполнимые вещи, то есть там противоречий не будет, поскольку мы сток не закрываем полностью. Мы закрываем для того, чтобы, мы храним воду, наоборот, мы лучшие условия создаем для того, чтобы эта вода, она доходила до всех потребителей, в том числе до Арайского, до конечного потребителя, до Арайского моря, и улучшить экосистему всего региона. То есть первую часть мы объединили, избавились от посредников, цену снизили для населения, сделали социально справедливым, один сон, и мы получили доходы в 100 миллионов долларов. То есть в итоге только оптимизация системы тарифов, мы получаем доходы. Да, плюс отделили воду, государство дополнительно будет получать доходы от водохранилища, которые находятся на территории Крыгызской республики. И вот четвертая часть. Вот мы когда электроэнергетическую часть отделили, теперь вот это Крыгазэнерго государство должно оценить. Вот оценить для того, чтобы, для чего? Для того, чтобы выпустить ценные бумаги государственной облигации. Просто выпускать сегодня государственную облигацию, это невозможно. То есть доходов нет, система убыточная. Но мы же показали сначала, что объединив, избавившись от всех посредников, что на внешнем рынке, что на внутреннем. Мы создали условия для того, чтобы эти ценные бумаги начали работать. По нашим расчетам стоимость энергосистемы составляет где-то 5 миллиардов долларов. Естественно, могут возражения, вот тут будут возражения, поскольку уже некоторые международные финансовые оценщики, международные оценщики, они оценили где-то в 1,5 миллиарда долларов. Но это естественно, поскольку изначально программа разгородствования, приватизации, потом создание псевдорынка, потом доведение энергосистемы в банкротное состояние, она как раз это, значит, одно из частей, это оценка ее, оценить ее нужно дешево, а потом продать с молотка. Все, ключевая отрасль экономики наша находится в руках частников, и с этой стороны можно что угодно делать. Поэтому 5 миллиардов не меньше, поскольку на примере Татхакимин и модернизация ТЭЦ Бишкека, четвертая часть ТЭЦ Бишкека, вот, пожалуйста, это уже миллиард долларов. А каких полтора миллиарда можно говорить? 5 миллиардов, может даже больше. То есть это самая минимальная стоимость? На половину этой суммы государство выпускает государственные облигации. Почему на половину? Долг энергетиков из всего внешнего долга, из 4,6 миллиардов долларов, составляет где-то, ну, если точнее быть, 1,9 миллиардов долларов, почти 2 миллиарда долларов энергетики. Вот на эту сумму, 2,5 миллиарда долларов, ежегодно в год по полмиллиарда, 500 миллионов долларов, государство может выпускать облигации государственные и размещать только внутри страны. Ну, будем надеяться, что этот прекрасный проект, который вы сейчас изложили, наше государство услышит. Началось лето, самый маловодный период, вообще, сезон Кыргызстана. Что вы хотели бы пожелать вашим коллегам, энергетикам и всем кыргызстанцам в этот период? Ну, я думаю, что энергетики уже, я думаю, у них есть план выхода из этой ситуации. Там много энергетиков, опытных энергетиков работают и в руководстве системы. Я думаю, ну, что-то советовать, ну, как бы нет смысла, а пожелать, ну, успехов, чтобы все-таки совсем не потерять. И просто надо на эту проблему, которую в энергосистеме, значит, рассматривать ее, все проблемы не прямолинейно, а как-то комплексно и решать задачи со многими неизвестными одновременно и комплексно, поскольку по отдельности там эффекта не будет. Спасибо большое вам за интересную беседу. Всего доброго. Пожалуйста, спасибо. На неделе в Бишкеке прошла волна протестов против семейного насилия. Многие мужчины просили прощения у женщин, что они не могут в 21 веке изжить эти феодальные пережитки. В парламенте тоже некоторые депутаты предложили ужесточить наказание за насилие и продолжать уголовное преследование насильников, несмотря даже на примирение сторон. Например, жена мужчины из Сузака, который истязал ее, написала отказное встречное заявление, а власть уже не интересует. Заставили ее это написать или сделала она это добровольная. Джоурку Генеши во время обсуждения проблемы поднимался и вопрос насилия уже после развода. Но милиция в этом вопросе непоколебима. Есть понятие психологическое насилие. Но такие факты, как если бывший муж будет пугать бывшую жену. Это не входит в круг понятий семейного насилия. Эквилибристика такая, что всеми правдами и неправдами желательно оправдывать насильников. Такая же эквилибристика наблюдается и в отношении архитектурных памятников Бишкекии. Не мудрено, если на месте нынешнего бишкекского ипподрома через несколько лет появится несколько элитных высотных домов. О проблеме ипподрома более подробно в еще одном сюжете Андрея Токумбаева. В Бишкеке может исчезнуть еще одна архитектурно-историческая достопримечательность – ипподром Акула, построенный в середине прошлого века. Проект постановления о лишении его статуса памятника архитектуры, после чего он может быть снесен, мэрия вынесла на общественное обсуждение. Вот что говорится в справке об основании о его аварийном состоянии. Государственный институт сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования при Госагентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства обследовал техническое состояние здания и в ноябре 2019 года выдал заключение, что оно не отвечает требованиям норм и является не сейсмостойким, сильно уязвимым и аварийным. По этой причине эксплуатация данного объекта не допускается. Как указано в документе, намеченная ранее реставрация и реконструкция с увеличением посадочных мест невозможна. Таков итог многолетних споров о том, что делать с объектом, который не реконструировался в течение десятков лет, однажды переходил в частные руки и ценой невероятных усилий городских властей был возвращен в собственность государства. Здание возведено в 1947 году по проекту архитектора Владимира Нусова. Еще год назад о сносе ипподрома не было и речи. Предполагалось его основательно отремонтировать и расширить, значительно увеличив число зрительских мест. Даже состоялся конкурс проектов реконструкции. О его итогах поделилась тогда в интервью одному из телеканалов начальник управления градостроительства и архитектуры муниципального предприятия Бишкек глав архитектуры. Наши условия были достаточно просты, поэтому жюри и выбрали тот проект, который все их учел. Главное, чего мы хотели, чтобы при реконструкции ипподрома он не потерял свой исторический облик, так как ипподром Акула все-таки входит в список архитектурных памятников города. Менять его вид кардинально нельзя. Все изменилось с начала этого года. 3 марта межведомственная комиссия, созданная приказом Министерства культуры и информации и туризма, признала здание ипподрома Акула утратившим свою историческую, научную, художественную и иную культурные ценности. И вот что сказала Замира Конгельдеева в пятницу корреспонденту Пятого. Здание на сегодняшний день эксплуатации не подлежит, оно не сейсмостока и находится в аварийном состоянии. Открытый архитектурный конкурс на разработку никому не нужного теперь проекта «Восстановление ипподрома» проводился в июле прошлого года. На суд жюри поступили 4 работы архитекторов, итоги подвели в октябре. Первое место занял проект авторского коллектива под руководством председателя Союза архитекторов Алынбека Абдраимова. Что же заставило Бишкек-главархитектуру изменить свое решение? Своё решительное «нет» высказало руководство ипподрома, заявив, что не желает допустить ситуацию, когда однажды трибуны рухнут и под их обломками погибнут тысячи зрителей. Потому что здание, оно без фундаментов, кирпичные фундаменты. И на сегодняшний день, чтобы его реконструировать и сверху еще два ряда добавлять, а целью было проведение конкурса – это повышение вместимости посадочных мест ипподрома как минимум два раза. Они сказали, что его практически реконструировать нельзя. Пришлось пойти на крайние меры, продолжает Кангильдиева. Создана межведомственная комиссия. Они рассмотрели все вопросы, в том числе и конкурсные материалы, заключение института сейсмологии, предоставлены все справки, характеристики по зданию. И было принято решение, что реконструкция его технически невозможна. Решению о сносе ипподрома до последнего сопротивлялся научно-исследовательский проектный институт «Крыгезреставрация» в лице директора этого подразделения Минкультуры. Но и он сдался, когда увидел то, что творится со зданием. Когда мы обследовали, директор ипподром прямо нам заявил, вот в этом году, я не пущу сюда этих зрителей. Я не хочу брать на себя ответственность, если трибуны провалятся, будет вот такая авария. По словам Иманкулова, когда-то объект можно было спасти, но сейчас уже поздно. Требовалось провести капитальный ремонт здания, укрепить фундамент. Но время ушло. Причем состояние ипподрома достигло точки невозврата, когда им владел частник. В 1998 году эта архитектурно-историческая достопримечательность попала в руки частного владельца. Когда все распродавалось, приватизация началась, то есть и, к сожалению, памятники архитектуры тоже оказались в частных руках. Хотя это противоречит закону. Процедура приватизации произошла незаконно, поскольку ипподром Акула – памятник архитектуры, а таковые являются собственностью государства и передавать их в частные руки категорически запрещено. Судебная тяжба с владельцем объекта длилась много лет, но увенчалась решением в пользу государства. Это единственный беспрецедентный случай республики, когда его вернули из частной собственности. Понимаете, другого случая не было. У нас многие памятники таки стали частными, и потом уже разными способами эти памятники были снесены, и вместо них построены коммерчески выгодные объекты. Впрочем, в госсобственность вернулся объект далеко не весь. Часть земли, на которой ранее находились подсобные помещения, собственник успел распродать под жилую застройку. Выселить оттуда жильцов практически невозможно. Ипподром Акулай едва не повторил судьбу другой, исчезнувшей ныне архитектурной исторической достопримечательности. Здание старейшей в стране типографии Эркинтоу, в которой когда-то печатались первые периодические здания на кыргызском языке. Объект мог бы стать музеем, сохранив для потомков память о том, как возникло и развивалось в стране печатное слово. Но частник, в руки которого типография попала вопреки закону, счел такой вариант экономически невыгодным. Здание снесли, на его месте возведут жилую многоэтажку. Каждая эпоха создает свои проблемы архитектурно-историческим достопримечательностям Бишкека. Сейчас существованию памятников угрожают интересы бизнеса, а в советские времена такую угрозу представлял собой произвол партийных чиновников. Не разбираясь в законах градостроительства, они указывали архитекторам, где и что нужно строить. Зодчие не смели перечить указаниям СЦК и порой брались за возведение объектов в разрез с принятыми во всем мире нормами градостроительства. Апофеозом всего этого стала площадь Аллатоу, считает Иманкулов. Которая оказалась не очень удачная. У нас площадь есть, вот она. Ее в своем году градостроитель в 1936 году, Бенплавный утвержден, очень удачно ее разместили. Она тупиковая, то есть через нее нет проектов. А эта площадь что? Главная магистраль с запада на восток проходит. Ни в одной столице мира нет такого решения. В итоге массовые мероприятия на площади становятся причиной чудовищных пробок на улицах, поскольку каждый раз приходится перекрывать главную транспортную артерию города. Для строительства архитектурного комплекса пришлось снести многие архитектурно-исторические достопримечательности. Десятки памятников здесь были снесены. Уникальные? Например? Например, здание Дом офицеров, городской стадион. Совсем какое-то самое любимое место было, горожан. В парке Панфилова летний театр был. Этой проблемы могло бы не быть, если бы площадь построили не по партийной указке, а по законам городостроительства. Тогда сохранился бы первоначальный облик центра столицы, движение транспорта по Чуйскому проспекту не мешало бы массовым мероприятиям. Чиновный произвол советской поры оставил свой отпечаток и на облике ипподрома. Решением горкома партии фасад здания сейчас наводил. Центральная часть фасада, там из современного такого металла, профнастил, была сделана такая вот композиция вертикальная, которая совершенно не имела отношения к первоначальному строительству. По сведениям Бишкек, глав архитектуры, Акула давно не способен вместить всех зрителей на скачках, соревнованиях по Кокбуру и иным конно-спортивным мероприятиям. Объект рассчитан на 3000 посадочных мест, но здесь обычно собирается до 10 тысяч зрителей. Большинство вынуждены толпиться в проходах либо стоять на трибунах, создавая опасность их обрушения. По словам Иманкулова, вместимость, например, ипподрома в Москве составляет тоже 3000 посадочных мест, но их вполне хватает, чтобы вместить всех зрителей даже на самых массовых мероприятиях. Сказывается разница в менталитете. В Кыргызстане конно-спортивные игры не просто вид спорта, а предмет всенародного интереса – один из символов кыргызской идентичности. С учетом этого факта, новый ипподром Акула, который построят на месте нынешнего, будет рассчитан на 10 тысяч мест и будет представлять собой культурно-этнографический комплекс, знакомящий с традициями и бытом кочевников. Андрей Токамбаев, Вячеслав Кравченко, 5 канал, главные итоги. На неделе парламентская комиссия по убийству в ноябре прошлого года в Стамбуле китайского бизнесмена уйгорского происхождения Айркина Саймаити сделала свой заключительный доклад Джорку Генеша, и он был принят к сведению. Главной задачей комиссии было выявить, имели ли некоторые кыргызские депутаты отношение к деятельности Саймаити, который занимался отмыванием преступных денег, поступавших к нему от предпринимателей из разных сфер, в том числе и из-за рубежа, главным образом из Узбекистана. Попутно в ходе работы комиссии возник вопрос заказного характера расследования журналиста Азатыха, которого теперь подозревают, что он получил 50 из 100 тысяч обещанных долларов от Саймаити за обнародование некоторых документов, подлинность которых с самого начала вызывала сомнения. Мы все свои заседания проводили открыто. Они транслировались по интернету в прямом эфире. Эти факты, показания свидетелей, оказались для нас неожиданностью. Мы в комиссии не имели намерения каким-то образом обвинять журналиста Азатыха Али Тактакунова. Но чтобы прояснить ситуацию, теперь Тактакунов должен явиться к следователям, встретиться со свидетелями и уточнить все. Саймаити отмывал преступную наличность, которую ему привозили из-за границы, в том числе и от продажи контрабандных товаров, проходивших через государственную границу Кыргызстана. Все это надо расследовать. Это непростая задача. Документы, которые Саймаити предоставил Азатыху, оказались как нельзя кстати. Но почему надо верить бумагам, которые вам дает человек сомнительной репутацией, а тем более всему, что он говорит? К тому же вполне возможно, что к изначальным намерениям Саймаити была добавлена дополнительная политическая повестка. Другой вопрос – продался журналист или не продался. Если некий мужчина уезжает в командировку, а после возвращения ему соседи докладывают, что в его отсутствие к его жене приходили мужчины, то те, кто говорит, что соседи не имели права бездоказательно рассказывать ему про поведение жены, однозначно на стороне супруги. Конечно, юридические аспекты вопроса существенны, но для мужа важнее. Второй вопрос – изменяла жена или нет? Для нас тоже очень важны проблемы таможни, контрабанды или тайны следствия. Но гораздо больше нас волнует проблема – продался журналист или нет? Это была еженедельная программа «Главные итоги». Ее являл я на РНАЭП. Всего вам хорошего и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова